Девочка-пай Макс Фрай Сказки Старого Вильнюса 3 Улица Аушросварту После того, как все Что бывает после того, как все заканчивается, спрашивает Евка Зря она спрашивает об этом меня Я не священник, не философ-мистик, не духовидец, беседующий с ангелами, когда тем приходит блажь поболтать Обычный человек, плохой художник, хороший портной, бывший друг Евкиного бывшего мужа И ее лучший друг Когда-то мы отлично проводили время втроем Витька, Евка и я А теперь Евка умирает А Витька сбежал на край света еще полтора года назад, как только узнал о ее диагнозе А я, ну что я, явно не тот человек, которого следует спрашивать о важных вещах Но Евка, известная растяпа, никогда не умела сделать правильный выбор Даже в мужья, как оказалось, взяла самого ненадежного человека в мире А вот теперь безошибочно отыскала наихудшего теософа Меня Эх, Евка, Евка Я никогда не был в нее влюблен Мы просто дружили Сперва потому, что Евка вышла замуж за моего лучшего друга И стала как бы обязательным приложением к нашим встречам Хочешь не хочешь, привыкай Но потом время расставило все по местам И оказалось, что никому Евка не прилагается Она сама по себе Совершенно золотая девчонка Думал, таких не бывает Нам всегда было интересно вместе Как в ранней юности Когда дружба нужна для того, чтобы совместными усилиями познавать мир И хоть как-то разбираться с постоянно пребывающей информацией о нем Ставили друг другу любимую музыку Как тебе Нина Хаген? Неужели Лори Андерсон никогда не слушала? Бурно ссорились, обсуждая книги И немедленно мирились, узнав о большой выставке Базилица или Бойса Где-нибудь условно недалеко, всего в полутора тысячах километров от нас И надо срочно понять, как мы будем туда добираться Евка приохотила меня к фильмам Клода Шаброля и Жака Реветта А я нанес сокрушительный ответный удар Джармушем Евка научила меня делать смородиновое вино Запускать воздушных змеев И кататься на роликовых коньках Я уговорил Евку достать из шкафа заброшенную со школьных лет скрипку И сшил для нее лучший в мире пиджак С настоящими часами на груди То есть оставил на виду стрелки А часовой механизм с крошечной батарейкой спрятал под подкладку И счастливая Евка ходила по городу звонко-тикая Сверкая парчо и вельветом лоскутного циферблата Первая в мире девушка-хронометр Только сегодня, только у нас Мы азартно резались в покер ночи напролет Отплясывали линди-хоп на вечеринках Разрисовывали стены дружественных кафе Устраивали импровизированные уличные концерты для соседских детей И еще столько всего замечательного делали мы вместе с Евкой Не перескажешь Боже, какие же мы были прекрасные веселые дураки Всего два года назад Вот бы еще так пожить Хоть когда-нибудь Но ничего не выйдет Потому что Евка скоро умрет Может завтра Может через неделю Счет в любом случае идет на дни И она это знает И Зося знает И я Зося Евкина старшая сестра Больше у них вообще никакой родни Не знаю почему Никогда не расспрашивал Зося молодец Забрала Евку к себе домой на Аушросварту Дома гораздо лучше, чем в больнице Здесь клечатые пледы Цветы на подоконниках Ласковая серая кошка-брыська Сладкие кухонные запахи Колокольный звон И солнечный свет сквозь зеленые занавески Здесь человеческая жизнь кажется хорошей штукой Которая не может вот так ни с того ни с сего взять И закончиться ничем Мне и то не верится Что бывает после того, как все заканчивается? Настойчиво спрашивает Евка Я дурак несчастный, глупый тупица За сорок лет так и не выучившийся вдохновенно врать Бормочу Я не знаю Витька однажды рассказывал Ты в детстве почти утонул Еле откачали Говорит Евка А толку-то, думаю я Все равно ничего не помню Ни пресловутого света в конце тоннеля Ни добрых ангелов, ни покойных прабабушек Вышедших мне навстречу Ни каких-нибудь тибетских милосердных божеств Мне же тогда пяти лет еще не было Я даже о самом событии знаю только с маминых слов Она меня потом лет до пятнадцати на пляж не пускала Собственно, да, ей волю до сих пор не пускала бы Просто я научился удирать без спроса И не только на пляж Я больше никого такого не знаю Говорит Евка Чтобы умер, а потом ожил Некого больше спросить А мне сейчас только это и важно Мне тоже сейчас только это и важно Думаю я Хотел бы я быть наивным дураком Совершенно уверенным Будто после того, как здесь все закончится Где-нибудь что-нибудь начнется Ослепительно прекрасное Для Евки Тогда не так страшно навсегда с ней расставаться Золотая лестница, говорю я И мысленно хватаюсь за голову Боже, какая глупость Что я несу? Какая к черту лестница? Да еще и золотая Это же не ребенок А не старушка суеверная А Евка Человек с двумя гуманитарными образованиями Кого я хочу обмануть? Вот Она почти улыбается Насколько это вообще возможно? Так и знала Ты что-то помнишь Золотая лестница спускается с неба Говорю я Но не металлическая Мягкая Из чего-то вроде толстого каната Но позолоченного То есть сплетенного из золотых волокон Наверное По-хорошему надо бы поближе посмотреть Несу все это просто от отчаяния Понимаю, что если уж ляпнул Надо развивать тему И не дай бог мне сейчас остановиться Запнуться или покраснеть Потому что Евка мне верит Поздно придумывать что-то умное Раньше надо было А теперь выкручивайся как можешь Только не умолкай Говори, говори, говори Я был еще жив Но уже не понимал, что-то оно Не чувствовал, что вокруг вода Не задыхался Просто смотрел, как лестница спускается с неба И так я и радовался Как вообще никогда ничему в жизни Ничего на свете так не хотел Как ухватиться за эти золотые канаты И полезть вверх Если бы мне тогда велели выбирать А жить и попасть домой к маме Или лезть по золотой лестнице У мамы не было бы ни единого шанса Хотя она у меня хорошая Я ее очень люблю А в детстве вообще обожал Но когда глядел на золотую лестницу Даже не вспомнил, что где-то есть мама И другие люди И какая-то жизнь Такое счастье было Просто смотреть на золотую лестницу И даже вообразить не могу Как здорово было бы по ней лезть Но меня, как видишь, все равно откачали В первые дни после этого я все время плакал Взрослые думали от пережитого страха А я им ничего не объяснял Откуда ты знал, что золотая лестница Это тайна Никому нельзя рассказывать Потом я о ней забыл, конечно А теперь ты спросила И я вдруг вспомнил Надо же Ежа, дружище Как же хорошо Говорит Евка Если самому хочется по этой лестнице лезть То, наверное, не страшно, да? Очень хочется Твердо говорю я И совершенно не страшно Хорошо Повторяет Евка Тогда хорошо Так странно, Еженька Говорит Зося Так это все странно Она мертвой хваткой вцепилась в мой рукав Хотя я раз сто уже пообещал Что никуда не уйду Даже ночевать останусь Если будет нужно Но своими руками держать, конечно, надежнее Чем полагаться на слова Я понимаю Так этого дня боялась Говорит Зося Каждое утро думала Но пускай еще сегодня поживет Один денек Неужели жалко И еще один И еще Совершенно не понимала Как это можно взять И отпустить человека в смерть А не отпускать я не умею Не знала, что буду делать Когда Евка все-таки уйдет И вот Все Ушла И при этом так улыбается Как будто ничего лучше смерти Не может случиться с человеком Вот правда улыбается Как будто там хорошо Даже я и поверила Представляешь И начинает плакать Это вроде бы правильно То есть Гораздо лучше Чем сдерживаться Все так говорят Хочешь На нее посмотреть? Спрашивает Зося Попрощаться Господи Конечно Я не хочу смотреть На мертвую Евку Но ясно Что придется Зося Зося Это зачем-то надо Глядит умоляюще Тянет меня за рукав И хорош я буду Если стану сейчас С ней припираться Смотри Еженка Говорит Зося Она улыбается Мне не показалось Не обманываю себя Правда же Правда Отвечаю я Но смотрю Не на мертвую Евку А вниз Туда Где на темно-вишневом ворсе Старенького Зосяного ковра Сверкают обрывки Золотых волокон Один Два Три Господи Да сколько же их тут Улица Бог что Оплата По договоренности Сразу видно Хорошая девчонка Серьезная Смотрит на меня так Что другой подумал бы Ого Я ей нравлюсь Но я человек опытный Этот заинтересованный Взгляд художника Изучающего Особенности строения Моих лестничных мышц Расположение ключиц И прочие Анатомические подробности Знаю очень хорошо Говорю Привет Это я Улыбается Откуда-то издалека Скорее своим мыслям Чем мне Ничего Лишь бы улыбалась Добрый знак Диспозиция Говорю Такова У нас за спиной Городская филармония Слева Улица Диджуя Ратушная площадь Фонтан И прочие Бесхитростные Радости Городского бытия Справа Врата Зари То есть Улица Аушросварту В начале Ее Стоит Базилианский монастырь В конце Знаменитая Острая брама А между ними Образцовый туристический набор Храмы Блины Деревянные ангелы Янтарные брошки Льняные салфетки Светлое пиво И темный квас И самое главное Прямо у нас под носом Лучший кофе в городе Впрочем Дегустацию придется Отложить до завтра А пока Просто запомни Этот оранжевый ромб Где бы он не попался Тебе на глаза Знай Что ему можно довериться А теперь вперед Нас ждет Улица Бог что И это так много Что даже не знаю Успеем ли мы Все захапать За один присест Говорю Выбирай дорогу Можем пойти По Швенту Казимеру Это очень красивая улица Вон та Где арка С ней только одна проблема Поющие стены Но строго говоря Это не проблема А дополнительное удовольствие Но ты в городе новенькая Так что будь уверена Уж они расстараются Чтобы тебя приворожить И наверняка Добьются успеха Заслушаешься Откажешься идти дальше Застрянешь там до утра В принципе Ничего страшного Прекрасно проведешь время Но тогда Плакала наша экскурсия Так что Смотри сама А как еще можно пойти Например По улице Субачаус Стены там тихие Мостовая Смирная Деревья заняты Своими делами На прохожих Ноль внимания Единственное что По этой улице Вечно бродят двойники Наших старых друзей Останавливают Заводят разговоры Порой довольно тягостные Но если помнить Что они просто похожи И к тому же Всегда врут Ох нет Лучше не надо Слушай А можно пройти На бок что по крышам Например Такая молодец Еще как можно Говорю я Давай руку Ладонь у нее теплая Изумрудно-зеленая На ощупь конечно С виду-то рука Как рука Никогда наверное Не избавлюсь От детской привычки Ощупывать чужие цвета Да и не уверен Что надо Это конечно Беспардонное вторжение В личное пространство С другой стороны А что не вторжение Родиться Это и есть Вторгнуться В чужое пространство Да столь бесцеремонно Что все последующие поступки Уже мелочи Я флюгер Смотри Я делаю ветер Вертится на скользкой черепице Размахивает руками Хохочет И свежий весенний ветер Зеленый Как ее ладони Начинает потихоньку Отряхивать Пыльную июльскую листву Говорю Кудрявая красотка Мирных летучих мышей Подхватывает Аль Гирдес Он сидит на трубе Ест мороженое И в отличие от Тани Даже не пытается Выглядеть серьезным С каких это пор Для прогулки Со старой подружкой Требуется лицензия Ухмыляюсь я Сколько минут Ты знаком Со своей старой подружкой Строго спрашивает Таня Пять Или целых десять Обижаешь Никак не меньше Четверти часа Крепкая Проверенная Временем дружба Не придирайся Буду придираться Пока не получу взятку Говорит Таня Я неумолима Ну наконец-то Теперь я могу Схватить ее в охапку И закружить Быстро-быстро Еще быстрее Еще Я лучшая в мире карусель И хитрая Таня Хорошо это знает Хватит Кричит она Задыхаясь От счастливого смеха Немедленно поставь Меня на место Если я послушаюсь Таня мне этого не простит Эй парень Говорит наконец Альгирдес Верни мне коллегу Что я стану делать Если ты окончательно Развеешь ее по ветру Вот его реплику Игнорировать нельзя У Альгирдеса Идеальное чувство времени Поэтому я аккуратно Возвращаю Таню на землю Вернее на черепичную крышу Даю ей отдышаться И только тогда Отпускаю Предварительно Поцеловав В обе щеки Я страшно Отомщу Обещает она Завтра же Снова тебя поймаю Вот увидишь Всегда К твоим услугам А теперь побегу Видишь Девочка уже На краю крыши Нельзя ей там Долго одной стоять Она действительно На самом деле Никаких ворот Тут уже давным-давно Нудная стрельница Если совсем Вовала Этот умник Девочка Давай руку Пошли Хотя Откуда Девочка Мая стоит Внутри Навсегда Даже не знаю Откуда я это взяла Вроде бы В сказках Ничего похожего Не было Зачерпнув Полную приигрышню Выпросительно Смотрит на меня Можно? Конечно Улыбаюсь Пей